Приветствую всех зрителей на канале компании Альтфлора. Мы продолжаем тему средств защиты растений от болезней. И сегодня у нас обзор на фунгицид под названием строби. Многие из вас, наверное, хорошо с этим фунгицидом знакомы. Еще до недавнего времени он широко продавался в магазинах и был очень популярен у садоводов. Но на настоящий момент, то есть на 2022 год, этот фунгицид строби запрещен для использования в личных подсобных хозяйствах. Тем не менее, в продаже его все еще можно найти в небольших упаковках, в пакетиках по 2 грамма от непосредственно производителя компании БАСФ, а также от наших белорусских соседей компании Бел Риахим. Кроме того, для сельского хозяйства можно приобрести его под названием стробитек в пластиковой бутылочке массой 200 грамм. Выпускаются строби и стробитек в форме водно-диспергируемых гранул. Действующее вещество у них кризоксим метил 500 грамм на килограмм, которое относится к классу строби лауринов. У фунгицида строби есть масса достоинств. Первый из них заключается в широком спектре действия, то есть способности подавлять большое количество болезней на самых разнообразных культурах. Он эффективен против таких заболеваний на плодовых деревьях, декоративных растениях, винограде и овощных культурах, как парша, мучнистая роса, ржавчина, альтернариоз, сажистые грибки, пятнистости, гнили, аидиум и милдью винограда, фитофтороз, антракноз, пероноспороз. Во-вторых, строби являясь локально-системным препаратом, способен проникать в растение, но большей части накапливаться в восковом слое листьев, откуда постепенно испаряясь, уничтожать болезнетворные грибки и их споры. Таким образом, он обеспечивает довольно длительный лечащий эффект от 7 до 12 дней и очень продолжительный защитный эффект в несколько недель. В-третьих, строби способен работать практически в любых погодных условиях. Опрыскивать им можно даже во время дождя и по влажной листве, и он эффективно действует при температурах уже от плюс 1-4 градусов Цельсия. В-четвертых, строби абсолютно безопасен для растений, мало опасен для полезных насекомых, пчел, птиц, человека и животных. Не накапливается в почве, поэтому может использоваться в течение всего вегетационного периода, в любое время. И многие садоводы перед укрытием декоративных растений опрыскивают их именно препаратом строби. В-пятых, строби имеет очень длительный срок годности, целых 5 лет. Правда, у строби ТЭКа срок годности всего 3 года. Ну и в-шестых, при обработке строби яблонь примерно за 2 недели до сбора урожая, он способен улучшить хранение плодов и предотвратить их заболевания различными плодовыми гнилями. Главный недостаток строби, такой же, как и у всего класса строби лауринов, это большая склонность к резистентности, то есть к появлению устойчивых штаммов болезнетворных грибков в случае частых обработок. По этой причине строби рекомендуется обрабатывать, опрыскивать сад не чаще одного раза в 2 года, то есть один год опрыскивать, и потом на год надо сделать перерыв. Ну и к тому же следует совмещать строби в опрыскиваниях, чередовать с какими-то другими фунгицидами из других химических классов. Скорее всего, именно по этой причине строби в настоящее время и не допущен до использования в личных подсобных хозяйствах. Второй его недостаток заключается в том, что строби весьма вреден для почвенной микрофлоры. Ну и третий в том, что сейчас он малодоступен, и его довольно сложно приобрести, нужно искать в каких-то специализированных магазинах или через интернет. Следует также отметить, что хотя строби и считается лечебным препаратом, но гораздо лучше работает в качестве профилактического. А при сильном поражении растений, как отмечают многие садоводы, он неэффективен. Что касается норм применения, то строби обычно разводят, исходя из нормы, полтора-пять грамм вещества на 10 литров воды. Этих 10 литров рабочего раствора должно хватить для обработки 1-1,5 соток посадок или 2-6 деревьев. Допускается проводить от 2 до 3 обработок строби за сезон с интервалом где-то в 8-12 дней между обработками. Если вы не хотите, чтобы остаточное количество строби попали в урожай, то последнюю обработку следует проводить на винограде и овощах хотя бы за 10 дней до сбора урожая, а на яблоне как минимум за 35 дней до сбора плодов. Подводя итоги, можно сказать, что строби хоть и не идеальный, но очень ценный в деле защиты растений от болезней препарат. При правильном использовании он достаточно безопасен и высокоэффективен против большинства болезней на очень многих культурах. Поэтому, если у вас есть такая возможность, то рекомендую приобрести его и держать в своей садовой аптечке на случай лечения каких-то заболеваний, о которых я говорил. На этом все. Смотрите наши ролики, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вопросы, ставьте лайки или дизлайки. До новых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok